Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. С осени за проезд по дорогам Кировской области будут штрафовать. Сейчас на дорогах строят и запускают автоматические пункты веса габаритного контроля. Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено строительство пяти таких пунктов. Они будут определять вес грузовиков, перемещающихся по региону. При перегрузе владелец машины, если у него нет разрешения на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов, будет получать штраф. Как рассказал в эфире нашей радиостанции министр транспорта Кировской области Алексей Петриков, два уже работают в тестовом режиме, то есть без вынесения штрафов. Они находятся на трассе Киров, в Вятские поляны, в районе поворота на деревню Плотники и в деревне Вершиняда. К октябрю все пункты приступят к полноценной работе, ожидают в Минтрансе. Экономика. Молодые кировские предприниматели представят свою продукцию в ночь города. Молодежное экспо от Клуба молодых предпринимателей Кировской области пройдет на площадке театра на Спаске 29 июня с 20 до 23 часов. На выставке и ярмарке 21 предприниматель представит свою продукцию. Также в программе мероприятия обучающие лекции, где молодым кировчанам расскажут о возможностях реализации бизнес-проектов в Кирове. Модельная школа с показом авторской коллекции славянских платьев, шахматный турнир, различные интерактивы. Возрастное ограничение 16+. В связи с временем проведения мероприятия вход для несовершеннолетних только в присутствии родителей. В эфире экономика. Почти на 40% увеличился экспорт пиломатериалов из Кировской области во Вьетнам. Об этом сообщили и в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. С начала этого года из региона было экспортировано 19 800 кубометров пиломатериалов лиственных пород во Вьетнам. Это на 36% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда было экспортировано 14 500 кубометров. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.